Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информационного агентства Хакасия. Сегодня у нас в гостях Андрей Оплошкин. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Добрый день. Андрей Георгиевич, подходит к концу и уже, даже можно сказать, стартанул новый политический сезон. Вот сегодня состоялось заседание профильного комитета, в которое вы входите в Верховном Совете. Расскажите, о чем говорили, потому что уже приходили к нам товарищи, принимавшие участие со стороны предпринимателей, и как-то были недовольны этим заседанием. О чем речь и что там произошло? Нет, там вопрос был не в недовольстве заседаниям, а в недовольстве докладами, которые подготовили профильные министры. То есть у нас больше шла подготовка к прав в часу, это и Минэкономики докладывали, и Минприроды, и Минэмущества, и Росрегисты там был. То есть вопросы есть, вопросы в основном касаются ценообразования продовольственной товары, доступ в наших сельхозтоваропроизводителей на сети в ритейл, то есть наши гипермаркеты, супермаркеты, в их доле. Ну вот такие достаточно острые вопросы задавались, жаркая дискуссия была между министром и товарищами, которые защищали сторону предпринимателей. Нормальная рабочая обстановка была, конечно, немного накалилась под конец, но прошло нормально, доклады выслушали, доклады также, они министр представят уже на сессии, в общую оценку Верховного Совета даст в целом. На комитете вопросы будут рассмотрены, приняты к сведению, потому что других формулировок там пока не предусматривается. Ну, будем слушать, будем задать вопрос уже непосредственно на сессию, доисусства всех депутатов. Ну вот формулировка «принять к сведению» была спорной и на предыдущей сессии, когда рассматривали доклад главы республики, а на предстоящей сессии будет рассмотрение исполнения бюджета за прошлый 2020 год. Вот там же тоже формулировка «принять к сведению» или ожидаются, как по вашему мнению, ожидаются ли какие-то вот такие всплески бурные, эмоциональные, как было на прошлой сессии? Ну, видите, есть два момента. Есть объективная сторона, то есть исключительно цифры и сухой расчет, а другой есть политическая составляющая. Никто не отменял политическую борьбу между разными фракциями. Ну, эмоциональную составляющую, опять же, некоторых депутатов. Поэтому, не знаю, не будет загадок, как пройдет сессия. Прошлая была действительно достаточно эмоциональная, напряженная. И вопрос поднимался такой, я скажем, к которому не все однозначно относились, и в проектов постановления было два на самом деле. Здесь, возможно, тоже в рамках обсуждения и у межфракционных родятся иные варианты решения, иные постановления. Ну, у нас есть неделя, этим сейчас будем заниматься. И еще такой момент, раз уж мы заговорили о бюджете. Бюджет этого года уже было и предписание прокуратуры, и вот уже у нас заявление самого Министерства финансов о сокращении. Как вы можете прокомментировать этот момент? Ну, как прокомментировать? Бюджет изначально был дефицитным. То есть, ну, может вспомнить сессию, когда приняли бюджет, последним вопросом приняли обращение к президенту Российской Федерации с просьбой дать 6 миллиардов. Ну, уже было изначально понятно. Я голосовал против принятия бюджета тогда, на тот момент, как бы и против обращения голосовал. Ну, бюджет приняли, прокуратура указала на то, что бюджет был принят незаконно, ну, еще в операциях рассматриваются, думаю, это решение устоится. Советно, надо что-то делать. На сегодня интересная ситуация возникает, с которой никто еще, как я знаю, не сталкивался. Что делать, когда бюджет отменяется? Закон. Ну, то есть, бюджет утверждается законом, что делать, когда утвержден закон, отменен закон о бюджете. Ну, сейчас у меня юристы еще разбираются с этим вопросом, поэтому в зависимости от их вердикта будет и мое мнение сформировано, голосовать за или попротив выносимого вопроса, какие последствия будут отклонить и отклонять. Поэтому вопрос сложный, на самом деле никто еще не сталкивался, я, тем более, четвергой, всего двухлетний опыт депутата, поэтому юристы разбираются очень внимательно. Вопрос будет сложный, на самом деле он будет еще с политическим акрасом, то есть, надо это подознать. Андрей Георгиевич, Вы опытный руководитель, известный и в республике, и за ее пределами. Вот принятие, ну, сразу, скажем, изначально дефицитного бюджета, и, ну, смысл было говорить, что там мы подтянемся, еще что-то, вот Вы, как опытный руководитель, у себя на предприятии, ну, я как пример, да, вот приняли бы такое, или все-таки вносили поправки, ну, есть у нас же в республике примеры, когда, допустим, Аскизский район был, не голосовал за бюджет, не принимал его, ну, и как последствия все равно же списали по итогу долги, не только для Аскизского, но и для других районов. Ну, здесь я почему и голосовал против, на самом деле, против бюджета тогда, против принятия в окончательном втором чтении, по одной простой причине, что мы сами приняли бюджет и, по сути, решили себе возможности идти в федерацию просить денег. Хотя потом попросили. Да, потом попросили. Хотя гораздо более бы сильная позиция была от федерации, что, ребята, нам, депутат, не согласовали бюджет, потому что просто не хватает доходной части. Дайте нам доходную часть. Просто нет ее, да, то есть расходные обязательства у нас 4 миллиарда мы не на экономе. Поэтому, если бы решение устоялось, что бюджет не принять, с этим решением можно было ехать в Москву, Минфин и всем так, как ребята. Ну, объективная реальность такая, что доходов действительно нет, это признат депутат Верховный Совет. Вот так, давайте искать деньги. И у нас было бы время у правительства найти эти деньги, да, то есть с Минфином общаться, с правительством, врубать какие-то варианты решения, там еще что-то. На сегодня просто сейчас, получается, середина года, и у нас остается, по сути, 3 месяца, потому что в бюджетах реально хватит на 9, чтобы найти деньги, чтобы в конец года закрыть этот бюджетник. Поэтому, ну, вопрос был больше политический, принятие бюджета, нет, политический, нет, любой экономизм такой бюджет не принял никогда. Как можно принимать бюджет, когда ты понимаешь, что у тебя расходные обязательства выше, чем доходы, и ты не понимаешь, как покрывать кассовый разрыв. Ну, это просто утопия, да, это путь банкротства. Андрей Георгиевич, вот вы говорите, что изначально этот вопрос был больше политический все-таки, но и сейчас этот вопрос, опять же, с сокращением бюджета всплыл, как только начали первые шаги проявляться к выборам депутатов Госдумы. И один из ваших коллег по партии «Единая Россия», действующий депутат Государственной Думы Сергей Сокол, сказал, что он знает, как достать деньги, на самом деле, для Хакасии. Вот мы хотели бы спросить знакомого с Сергеем Михайловичем, и какое у вас впечатление о данном депутате? Давайте сначала начнем, что вы спросили. Во-первых, этот вопрос не сплыл именно сейчас, прокуратура сразу обжаловала это решение, потому что шли судебно разобираться, или у нас процедура есть, поэтому прокуратура сразу не сверла. Что касается Сергея Михайловича Сокола, да, мы встречались, два раза мы встречались, общались в рамках фракции «Единая Россия». Приятное впечатление производит человек опытный, с опытом работы в промышленности и в органах власти, причем разного уровня, и регионального, и в организме в законодательной власти, и в исполнительной, он знает обе стороны этих ветвей. Плюс сейчас депутат Государственной Думы, ну и плюс обладает большими связями именно с людьми федерального масштаба. То есть его слова, что он может провести деньги, я, ну, скажем так, готов под ними подписаться. Человек с такими возможностями может решить вопросы, как раз эти связи использует. Ну, не секрет, что у нас в стране как бы очень много решает за счет личных отношений, связей. Ну вот мы общались тоже с Сергеем Михайловичем, он сказал, что прибыв в Хакасию, он начал общаться с муниципалитетами, именно выясняя острые, наболевшие вопросы. И в первую очередь он как раз и поехал на Петербургский экономический форум встретиться с людьми, которые могут помочь. И именно и чиновники, и его давние коллеги по работе. Как вы думаете, вот если посмотреть в параллель Сергею Михайловичу, делегация, которая поехала от правительства республики, у кого больше шансов добиться каких-либо результатов? Ну, здесь надо рассматривать две большие разницы. Делегация правительства, которая должна уехать с конкретными проектами, которые им надо утвердить, там, презентовать и получить финансирование. И Сергей Михайлович, который поехал именно посмотреть, что будет на форуме и пообщаться именно с людьми, которые там будут присутствовать. Ну, там съедутся и руководители есть в соседних регионах Красноярске, Края, Иркутской области, Алтайске, то есть коллеги, с которыми по опыту работы давно знаком, пообщаться, обменяться опытом. И в то же время там будут присоединять крупных федеральных промышленных структур, с которыми можно, скажем, на будущее договориться элементарно. Поэтому здесь две разные задачи, что у делегации правительства республики и у Сергея Михайловича, как бы, они, возможно, где-то пересекаются, но сама постановка совершенно разная. Ну и, наверное, в завершении нашего разговора, спасибо, что ответили на политические вопросы, вернемся к вашему родному предприятию, все та же нашумевшая золотая труба до Черногорска, как обстоят дела, знаем из сообщений вашей пресс-службы, что, в принципе, все идет по плану, но хотелось бы услышать из первых уст. Да, труба строится, труба, ну, не то чтобы совсем по плану, немного, даже чуть с опережением идем. Сегодня задача, которую мы ставим перед строителем, перед самим собой, веднющий актер, 28 августа провести переключение под ТВТ города Черногорска на Абаканскую ТЭЦ. Все посылки до этого есть, людей хватает, материалы закуплены, остается только работать и успевать. На сегодняшний день магистральная тепловая сеть будет готова в начале июля, плюс магистральная сеть внутри города, это еще месяц. И думаю, к концу августа мы подадим воду от Абаканской ТЭЦ в город Черногорск. Наладим дидравы, такой вот опытиный сезон, должны уже войти в плановом режиме, постепенно, без аврала. А по протяжению тепломагистрали, зеленая, тепличная, сколько населенных пунктов будет подключено или пока только... Нет, сейчас речь идет о подключении города Черногорска, по одной простой причине, что надо, прежде чем подключать село тепличное и зеленое, подключить город Черногорск, запустить магистрат и дальше уже думать о будущем. Да, такие разговоры у нас, переговоры ведутся с правительством. На сегодня мы просчитываем дидравы, очень просчитали предварительно, понимаем, что надо делать, где ставить центральные тепловые пункты, откуда вести теплосеть. Все будет зависеть от того, какова будет стоимость итоговой строительности. На сегодня нас очень сильно подкосила цена на металл, цена на трубу выросла почти в два раза, по некоторым позициям даже больше. То есть, если мы покупаем буршину по 65 тысяч за тонну трубу, сегодня стоит 115-125. Поэтому за бюджет мы, надеемся, не вылезем, но есть такой риск достаточно высокий, как раз именно за стоимостью металла, который уже, поскольку он набил вопрос, пока никак не решается, к сожалению. Но это абсолютно ненормальная ситуация, когда металл за полгода вырастает в цене почти в два раза. Поэтому ждем, какой итог будет по бюджету строительства на Черногорске. Дальше будем смотреть, насколько выйдет со строительства по подключению поселков к центральному теплоснабжению.